Проповедь Проповедь называется «Плани и намерения Божьи о Тебе в этом году и всегда». Нет ничего, что у Бога делается и цели нет. Поэтому в твоей жизни научись все делать с целью. Все, что не имеет цели, оно тебе сто лет не надо. Будь человеком с целью. Это очень улучшит твою жизнь гораздо. Ты много чего успеешь, когда все делается с целью. Говорится в пророке Иеремия, 29 глава, с 10 стиха по 14. «Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие». 11. «Ибо только я знаю». Замерите слово «ибо только». Это означает, что эта фраза связана с предыдущим стихом. Оно не отдельно оторвано от предыдущего стиха. Поэтому, говорится, «ибо», показывая, что соединяется мысль эта с предыдущим. «Ибо только я знаю намерение, как я имею о вас, говорит Господь, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». 12. «И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас». Дальше. «И взыщете меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим. И буду найден вами, говорит Господь, и возвращу вас в то место, откуда переселил вас». Заметите, что это местописание текста, мы его знаем. Заметите, что план Божий об Израиле был связан не с их желанием, не с их верой просто, не с просто ожидания, нет. Бог конкретизировал, через какое время они смогут вернуться назад. Заметите, все планы Божьи работают согласно Его Слову о нас. Если мы не в рамках Слова, план Божий не работает. За рамки Его Слова, план Божий не работает, и Бог ничего не делает. Это очень важно, 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 чтобы это в нас обитало. Бог не работает за рамки Его Слов. Поэтому получается, что Иеремия говорит, 70 лет пройдут, и тогда вы сможете вернуться назад. То есть до этого даже не пытайтесь. Вот поэтому он говорит, они хотели здесь возвращаться назад, Господь, возвращай нас назад. Иеремия приходит и говорит, не-не-не-не, покупайте дома, женитесь, выдавайте своих дочерей замуж, потому что вы здесь будете до исполнения. И он пошел, покупал. Потом заметите, что Бог работает в рамках Его Слова. И план Божий от тебя работает в рамках Божьего Слова. Поэтому, наверное, мудро было бы познать, что же там написано в этом Слове. Потому что многие люди живут в жизни такое суеверное христианство, где я помолюсь, попошусь, и что-то выпадет мне с облака от Бога. Нет, Бог работает в рамках Его Слова. И поэтому Даниил, пророк Даниил, Даниил был очень одаренный человек. Он видел много снов. У него были большие дари. Даниил был такой одаренный. Он также был образованный. У него мозги очень сообразительными были. У него было и духовное развитие, и образовательное развитие, и в обществе развитие. Он был и политиком одновременно. Он был вхожий к царю. То есть, если подумать о вопросе влияния, у Даниила было большое влияние. Он пророк, он говорит с Богом, он вхожий к царю, но даже и он не мог менять сроки, когда можно пойти. Он понимал. И смотрите, что написано в книге Даниилов, 9 глава, 2 стиха, 3 по 4. В первый год царствования его, я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господнику Еремии, пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. Он сообразил и обратил ли я лице моё Господь Богу в молитве, 4 стих, и он начал и молился Господь Богу моему, исповедовался и сказал, смотрите, он сообразил книгами. Попробуй объяснять, он брал книги, читал, читал, и он почитал, думаю, стоп, 70 лет, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, наступило время, скажите, сообразил. Это чисто на уровень мозгов. Но, конечно же, душа его включалась, конечно, от крови, наверное, от духа пришло, но он сообразил. Слово, которое написано, сообразил, это означает, я понял. Когда ты берёшь Божье обетование, читаешь, постарайся их понимать. Постарайся их понимать. Он сообразил. Но слово сообразил также означает, как уравнение, вы понимаете? 1 плюс х равняется, так, 2, 1 плюс х, 2. Так, что это за х? Господь, да бабушка спросил. Ой, нет, сообразил. Чтобы было два, и здесь есть один, то х должно быть тоже один. Что произошло? Я сообразил. То есть, головоломка решена. Вот, Даниил решил у себя в голове головоломку правдивым путём. Потому что, бывает, мы решаем головоломку своими фантазиями, да? Не связанной ни с чем реальным. Просто потому, что у нас клонность какая-то, и мы когда свои фантазии нарисовали, и всё соединение головоломка решено, не решено, потому что это нереальный мир, несуществующий. А Даниил сообразил, понял. Когда Даниил начал молиться, Даниил начал свою молитву в согласии с откровением Слова Божьего, которое он сообразил. Вывод номер один. Молись в рамках Божьих обедованиях, Божьего Слова, и твои молитвы будут сильными и эффективными. Если бы Даниил молился за выход израильского народа из Вавилона 50 лет до того, ответ на эти молитвы бы не было. Он бы в пустую молился. Но его молитва стала живая, потому что он молился, исходя из того, что он сообразил. Понял? Получили откровение. Молись в рамках Слова Божьих, тогда твои молитвы будут сильными. Действуй в рамках Слова Божьих, тогда ты будешь сильным человеком и весьма защищенным. Защита Божьей на автомат будет на тебя, и ты будешь сильным человеком. Многие люди, почему то, что они делают, не работают? Потому что они делают на ощупь. Я помолился, я чувствую присутствие Божьей, я толкаю. Нет. Чувствуешь присутствие Божьей, чувствуешь помазание. Все это направляй в согласие с Божьим Словом. Ты хочешь молиться? Найди Божье обетование и молись согласно Божьих обетований. Данил это понял, и он начал молиться и поститься. Молодец. Пости молитвы – сильная вещь, но и то Данил его делал полностью в согласии со Словом Божьим. Хочешь быть сильным человеком – делай все, исходя из того, что ты сообразил в Божьем Слове. Ты будешь сильным человеком. Делай эту привычку в твою жизнь. И через время не только ты будешь сильным в духовном мире, и окружающие начинают замечать, что вроде бы ты сильный человек. За один день это не строится. Но если ты сделаешь это привычкой, ты будешь очень сильным человеком. И твои слова будут всегда иметь большой вес. Скажите со мной Амин. Вот возвращаясь к этому Ереме 29, 11 стих, Там написано, ибо только я знаю намерения, какие я имею о вас. Да? Написано, во благо, а не на зло, чтобы дать будущность и надежду. Давайте посмотрим на это место описания. Первое. Несколько выводов тут сделаем. Он знает намерения, какие он имеет от тебя, от тебя, и знает, как их исполнять. Бог не просто знает, да? Что, ой, я хочу, чтобы Генри Мадава стал пастором, и сидит себе и мечтает на престоле небесном. Нет. Бог знает намерения и также знает, как их исполнять. Это я не знал, как. Когда Бог мне говорил, чтобы ты будешь пастором, я, ты что, Господь, как? А как это будет? Это же вообще. Мария точно так же. Как это будет? Заметите, что когда Бог говорит, я знаю что-то связанное с тобой, это также означает, я знаю, как это исполнить. То есть, у него варианта нет. Он даже утвердил не на зло. Почему он это утвердил? Потому что он знал, что когда мы начнем шагать, встретим зло в пути. И мы скажем, а это откуда взялся Господь, это тоже твоя воля. Он это говорил, чтобы мы знали, когда появится зло, чтобы мы знали, это не входит. И зло истребляется. Божий план о тебе. Вообще. Вообще. Благо. Будущность. И надежду. Благо означает, чтобы тебе было хорошо. Будущность означает, твоя жизнь не сократилась раньше времени. Надежду, чтобы никогда не было упадок внутри. Чтобы всегда ты был в надежде, ты был, жил долго, и чтобы тебе было хорошо. Вот это план Божий о тебе. Пастор Генри. А почему же у меня нет блага, у меня как будто нет будущего, у меня нет того. Я вот что тебе советую. Вернись к Богу. В нем благо, будущность и надежду. Вернись к Его Слову. Потому что в Его Слове, в конце концов, благо, будущность и надежду. Научись стоять на это Слово Божие. И получается, что если мы будем следовать за Ним, двигаться по Его, как Он хочет, как Он просит, как Он советует, как бы оно ни звучало, ни умно, ни мудро, ни тактично, но двигаетесь по Его. Пусть оно не так, как кажется, не переживай. Двигаясь по Его. Результат будет благо, надежда и будущность. Потому что оно только у Него. Скажи да, аминь. О притче написано, третья глава, с пятого стиха по седьмой. Соломон говорит, надейся на Господа, всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Седьмой стих. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удалайся от зла. Заметите, Соломон пытается нам показать противоречия, какие бывают внутри человека. Когда Бог говорит одно, и я с удовольствием хочу этому верить. Но мой разум, мое понимание, знание противоречит тому, что Бог говорит. Поэтому Соломон говорит, не полагайся на разум твой. Когда написано, не полагайся на разум свой, имеется в виду, не берешь свою жизнь, план, и все на свое рассуждение. Это рискованно. Твое рассуждение, твое знание, оно не полное. Оно ограничено. Ограничено тем профессорам, которые тебя учил, ограничено папой, которые тебе говорил, мамой, ограничено соседями, которые тебя учили, ограничено тем друзьями, которые тебе говорили. все равно ограничено. Разум наш, наш разум нужен, но наш разум всего-навсего вспомогательный в помощь и упование на Господа. Но помни, что твой разум ограничен. Все, что ты делаешь на основании того, что твой разум, я понимаю, я соображаю, помни, ты себя уже ограничил. Уже автоматически ограничил. Поэтому Библия говорит, не полагайся, не отдыхай на то, что мой разум знает, потому что оно знает отчасти. Полностью не знает. Даже элементарные вещи, ехать на Крещатик, и тут ты не знаешь, где находятся пробки. Это нужно получить помощь от Гугла. А когда касается нашей жизни, мы почему-то полагаемся на наши домысли, на наши мысли, на наши какие-то... прочитал в газете, прочитал там-то, и даже люди лечат себя, исходя из телепередачи, которую они видели. Там какую-то траву попей, и ты будешь здоровы на всю жизнь. Одна передача, и это решит все ваши вопросы на всю жизнь. Вы что, шутите? Поэтому я хочу, чтобы вы поняли. Все, что мы имеем на уровне разума, мы не выбрасываем. Но на это, Соломон говорит, не полагайся. Имеется в виду, на это не отдыхай. Не выбрасывай. Оно нужно, оно вспомогательное, но на это не ложись. Не успокаивай себя, что я вопрос решил, только потому, что твой разум, он ограничен. Скажите со мной, аминь. Солом 118, Библия говорит, 89 стих по 91. Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах. Истина Твоя вроде и род. Ты поставил землю, и она стоит. По определениям Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе. Заметите, план Божий выражается в виде Слова Божия. Мы с вами говорили, что план Божий в Слове Божьем. И заметите, эти планы Божьи, они в Слове Божьем, и они утверждены на небесах. Скажи, план Божий обо мне на благо, и они утверждены на небесах. Скажи, план Божий обо мне утверждены уже на небе. Это означает, что Бог не придумывает сейчас, что с тобой делать. Планы о Твоей жизни утверждены. Кем? Может, каким-то небесным советом, но, в конечном итоге, Бог их утвердил, и они на небесах, означая, что их никто не может менять, никто не может вторгаться в них, никто не может их остановить, они утверждены. По-другому, в глазах Божьих Твое будущее у Него уже имеет полную картину, какого оно должно быть. я не утверждаю, что так оно будет, потому что все зависит от Тебя. А как же они становятся реальными в нашей жизни? Мы с вами говорили о Слове Божьем. Значит, Божьи планы о Тебе утверждены на небе, но в Твоей жизни они становятся реальными через Его Слово, через Его обетование. Когда я начинаю взять Божьи обетования, Божье Слово, читать, размышлять, обдумать, говорить, то план Божий, который на небесах, не на земле, они начинают исполняться в моей жизни. Вы знаете, что интересно? Это работает, исходя из Псалом 118, из рода в род. То есть каждое поколение планы Божьи о них осуществляют их точно таким же образом. И мы, и наши дети, и наши внуки, и наши правнуки, у каждого из них есть план Божий на небе о них, но оно осуществляется в их жизни согласно Божьего Слова. Поэтому, когда ты берешь обетования Божьи, Библия говорит, через них мы соделаемся соучастниками Божьего естества. в этих обетованиях Божьих скрыта большая сила и много жизни. 1 Тимофея 2 глава 3-4 стих. Библия говорит, ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Бог желает, первое, чтобы мы спаслись. Если ты еще не спасен, беги к Богу, приди к Богу, получи спасение. Но если ты уже спасен, то, пожалуйста, храни твое спасение, не теряй его. потому что одно из самых печалных моментов в жизни это как люди теряют свое спасение. Притом ад, о котором вы слышали, остается реальным и даже тогда, когда вы ушли от Бога. Ад остается и вместо того, чтобы ваше имя было записано в книге жизни, ваше имя начинает уже быть начертание в книге ада. Это не надо. Не теряй свое спасение. Что бы не было, как бы тебя не расстроили, как бы с тобой не так поговорили, как бы ты не обиделся, как бы, как бы, как бы, как бы, храни свое спасение. Нет ничего на этой земле, что так имеет право влиять на меня так, чтобы я отдал свое спасение. Не за что. Второе, что он просит, он говорит, и достигли познания истины. Бог не хочет, чтобы мы только спаслись, потому что, когда мы только спасены, мы будем жить, как дети. Наш уровень будет детской, поэтому он говорит, идите дальше и достигайте познания истины. Оказывается, после спасения, после покаяния, есть еще бесконечный шаг, который называется достигать познания истины. это другими словами начнет расти в Боге, в Божьем Царстве, в Его обетованиях. Сколько Бог поработит с тобой, зависит от твоего достижения познания истины. Это ты должен достичь, это твоя часть, это ты должен в этом включиться, это ты должен что-то делать, чтобы расти и достичь познания истины. Надо достичь. Там не написано надо стараться. Можно стараться и не достичь. Вы знаете сколько людей, которые бегают в марафон, начинают, но не заканчивают? А здесь говорится, надо достичь познания истины. Дойди до определенной вот это я познал, вот это я познал, вот это я познал, вот это я достиг, вот это дошло, вот это дошло, вот это утвердилось. Достигай познания истины. Когда мы достигаем познания истины, религия, культура, национальная культура, национальные религии начинают легко смешиваться с нашим христианством. Очень легко. Потому что мы спасены, да, Иисуса любим, да, но истину не познали, а надо как-то жить, как мы начнем жить, согласно культуре, согласно национальной религии. И получается, такие христиане, которые родились выше, но познание истины у них маленькое. И поэтому они не свободны. Опознай истину, и истина сделает тебя свободным. Потому что свобода через познание истины, а во-вторых, ты становишься крепче и сильным, и над тебя вот это национальный, культурный, и тогда это перестает влиять, смешиваться с твоим христианством. Я не говорю, что это какая-то плохая культура или что. Нет, они все классные, но только это не христианство. Не надо путать эти две вещи. Второе. Матфея 6, глава 10, стих. Библия говорит так. Да придет царство твое, да будет воля твоя на земле, как на небе. Второе, что Бог хотел бы, чтобы исполнилось в нашей жизни, его плане, это чтобы воля Божия исполнилась на земле, как на небе, и царство его пришло. То есть, замерите, Бог желает, чтобы его воля на земле, как на небе, через нас была сделана здесь. О принципах победоносной жизни доступно и практично. В книге пастора Генри Мадава «Как стать чемпионом для Божьего Царства». Если вы желаете расти в своем призвании и быть успешным в повседневной жизни, эта книга поможет сделать конкретные шаги к подлинному успеху и благословению уже сегодня. Приобретайте книгу «Как стать чемпионом для Божьего Царства» удобным для вас способом по электронной почте или телефону, который видите на экране. Заказывайте и становитесь чемпионами веры уже сегодня. Христианская Церковь Победа приглашает всех желающих на богослужения, которые проходят в воскресенье в 10 и в 14 часов, а также в среду в 19 часов. Ожидаем вас по адресу Киев, улица Малинская, 16, недалеко от станции метро Академгородок. Пишите нам по адресу 01001, город Киев, абонентский ящик 53. Если вы нуждаетесь в молитвенной поддержке, звоните на Линию Жизни плюс 380 44 501 69 36.